Объясняю 4 важных очень момента, чьих всего 4. Если вы их запомните, начнёте делать, пройдёт 3-4 месяца, вы, как и все нормальные люди в Nouga West, перестаньте пить таблетки, у вас давление будет 130 на 80, никаких аритмий, головокружений и холодных ног. 3-4 месяца. Вот если вы сделаете так, я скажу, приеду через 3-4 месяца, посмотрю, все, сходим с вами в баню, я вам ещё кое-что расскажу о прижигании, покажу курскую дугу в бане. Знаете курскую дугу? В истории ты знаешь. Не, я в бане. Трусы оденем, пойдём, ошибёт. Итак, смотрите, человек имеет высокое давление, атеросклероз, перенос инфаркта, инсульты, у него аритмии, что в ушах. И 70 градусов является единственным на сегодня мне известным ответом при атеросклерозе. Атеросклероз во всём мире не лечится, только хирурги вшивают новые сосуды или ставят стенты, а болезнь осталась неизлечимой. Об этом никто прямо не говорит, но если вы поройтесь, почитайте, вы это увидите, что во всём мире атеросклероз не лечится. Прижигание излечивает атеросклероз. Как? Первое. Надо выбрать максимальную для себя температуру. Максимальную. Не 55 и потом потихоньку вверх, а сразу 70 или 65. Максимальную. Второе. Прижигание в течение дня надо делать дробно. Почему дробно? Это маленькими порциями. Одну минуту, две минуты, три минуты, чтобы не перегреваться. Одна задача есть у нас, не перегреваться у сердечника. Поэтому прижигание должно происходить дробно. Например, если я пользуюсь ролловым массажером, массажер, если включить, то дам температуру 70. Будет прижигание? Да, будет. Но есть стандартный цикл 40 минут. И 40 минут прижигания на 70 для сердечника может быть много. Но в этом массажере есть ручной режим управления. Вам его показывают? Да. Два треугольника. Вы переводите массажер вверх или вниз, там останавливаете, он печет. Используя такой ручной режим, вы можете на массажер приземляться в течение суток. Ну, хоть дегаю два-три нужных мне сегмента. Допустим, сердце, почки, там, желудок. На это уходит по две минуты. Шесть минут. Повторяю это несколько раз в день. Я ухожу от перегревания, делаю прижигание и достигаю пользы для внутренних органов. Стандартный режим демонстрационный здесь у вас в зале. 40 минут. Включили. Проектор на печень. Глаза закрыли. Спим. Через 40 минут. Би-би-би-би-би. Вставать. Это демонстрационный режим. Когда мы говорим о сердечниках и о том, чтобы им не перегреваться, но применять прижигание для выздоровления татаросклероза, надо применять ручной режим прижигания. На ковре я вот рекомендую следующее. На ковре. Сегодня мы прям утром говорили с одной знакомой, там, где мы ночевали. Она спрашивает, ну, а как мне на ковре делать прижигание? Говорю, очень просто. Ночь вы спите на 40. Потом встали. Ковер сразу после ночи переключаете на 70 и не выключаете его в течение дня. Так я же на него не ложусь. Говорю, начинайте ложиться. Зашла, присела на ковер на 70 градусов, поприжигала нижнюю часть, тазовое дно, например. Потом прилегла на 5 минут через время. Потом на 10 минут или на 15 минут сустав поприжигала с одной стороны. Потом еще через какое-то время зашла еще с другой стороны. Ковер все время включен на 70. Воздух ионизирован. И у тебя есть возможность прижигаться, прижигаться, прижигаться в течение дня. Зачем и сколько нужно делать такого прижигания в течение дня? Вот здесь, это уже мое личное наблюдение, эмпирическая цифра, которую я из наблюдений вывел. Говорит она вот о чем. Атеросклероз как болезнь не стоит на месте. Если у вас 5 лет назад была спинокардия, то сегодня она есть или нет? Нет. Она в хуже стадии или лучше? Хуже. Если человек принес инфаркт 10 лет назад, в течение 15 лет инфаркт может повториться? Да, конечно. Атеросклероз куда-то делся? Нет. Никуда. Атеросклероз упорно продолжает развиваться. Вы живете, а он развивается. У атеросклероза есть своя скорость, как бы сказать, развития. Он не стоит на месте. Когда вы начинаете возражать атеросклерозу прижиганием, у прижигания должен быть достаточный темп для прижигания. Вот этот темп я рекомендую 2-3 часа в день прижигания в сумме. 2-3 часа в день. Если вы слышите 2-3 часа, вы говорите ОГУ. А я вам объясняю. Вместо ОГУ объясняю. Стопы, ноги холодные, например, кровоток плохой на стопах. Стопы и икры можно прижигать 2-3 раза в день. Ну, берем 2 раза в день по полчаса. Это час. Суставы, мы о них будем говорить сейчас после перерыва, я суставы позвоночить не. Суставы можно прижигать 2-3 раза в день. Хотя бы 20 минут, например, лежа на боку на ковре. 70 градусов. 15-20 минут на боку прижигаю сразу 6 суставов крупных. На руке 3, на ноге 3. На другой стороне 20 минут еще 6 суставов. И так 2 раза в день. 40 плюс 40 сколько? 1 час 20. Позвоночник. Пару раз в день надо прижечь, потому что там тоже есть необходимость связки прижигать. 2 раза по полчаса. Еще час. Итого 3.20 уже есть. Но это не напрягаясь. 3.20. Пока вы прижигаете ноги, суставы, позвоночник, вы имеете эффект прижигания нужной для выздоровления от атеросклероза. Можете мне возражать, расскажу это много, что это надо весь день проводить дома. Не дурите меня и себя, самое главное. Потому что я знаю точно, если человек сегодня понимает, сколько стоит инфаркт, ну сколько стоит инфаркт? А более точно. Ладно, давайте так. Я задавал какой-нибудь такой тест. Если бы вы знали, что через 2 года может приключиться инфаркт, сколько бы вы заплатили денег, чтобы его не было? Сколько было? Ну, например. Полумиллиона. Полумиллиона заплатили бы. Да. Нашли бы нас в Кремле? Нет, Слушай, не, 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 подождите, подождите. Наверное, наверное, вы не понимаете, что такое инфаркт. Вы просто не понимаете. Когда у человека случается инфаркт, съезжаются все родственники и привозят все деньги и готовы его лечить. Потому что понимают, это угроза жизни. Но когда я вам задаю вопрос, сколько бы вы могли заплатить денег, чтобы не заболеть, вам почему-то это смешно. Это не смешно. Когда случается инсульт, это не смешно. И уже все родственники съедутся и будут говорить доктору, доктор, скажи, сколько денег, кому отдать, чтобы человек выздоровел? Вот так задают вопрос. Но когда еще беда не случилась, мы живем, надеюсь, на какой-то авось. А посмотрите на статистику, авось не бывает. Авось почему-то все хуже и хуже выглядит. Поэтому я говорю, прижигание это 2-3 часа в день дробного прижигания на высокой температуре. Последнее замечание по прижиганию, четвертое, это безопаснее всего прижигать стопы и ноги. то, что дальше от головы и от сердца. От головы и от сердца безопасность его прижигать. Стопы и ноги. Например, вы лежите на массажере и у вас еще поднимается давление. На массажере ставите температуру невысокую, 45, а под ногами какую? 70. 70, молодцы, омнички. Омнички. Чтобы не перегреться, я ставлю под роллами 45, а под 100 бы 70. Или, например, есть ковер, опять же, я говорю, один вариант, это он днем включен, и вы просто на него присаживаетесь на небольшое время или прилегаете на высокую температуру. Второй вариант, разверните его поперек кровати и под ноги и включите тоже побольше температуру, например, через какую-то ночь, через третью ночь. Можете прижигать ноги даже в течение ночи на более высокой температуре, чтобы не перегреваться, а ноги прижигать. Это безопаснее. Ограничением для прижигания являются 6 месяцев после инфаркта. Инфаркт, инсульт и операции на сердце 6 месяцев повремените с прижиганием. Через 6 месяцев пожалуйста прижигайтесь. Ноги можно прижигать через 1,5-2 месяца.